здравствуйте мои другие друзья сегодня мы продолжаем нашу серию супер продуктивно в течение 30 дней несмотря ни на что ребята никогда не говорите себе что у вас нет времени всегда выполняете 150 процентов нагрузки и двигайтесь только вперед ребята сегодня у нас серия номер 2 вопросов от нашей замечательной подписчицы галины штыряевой которая задала потрясающе супер сильный вопрос состоящий из четырех частей и я его разбил на несколько выпусков вчера ребята я отвечал на вопрос не растянется ли желудок от большого количества пищи или объема пищи запись этого видео если вы не смотрели пожалуйста сюда затем сегодня мы разбираем ее второй и третий вопросы поехали читать разве редкие приемы пищи не тормозят метаболизм вот такой вопрос галинчка огромное вам спасибо и третий вопрос который галина задала в социальной сети контакт ребята а если вы смотрите нас обязательно пишите все свои вопросы под этим видео либо в любой социальной сети instagram контакт или facebook где вам удобно третий вопрос который она задала это разве голодание не вводит организм состояние стресса и запасание жира вот так галиночка огромное спасибо поехали разбираться и пока мы с вами разбираемся я вас заклинаю друзья мои вот здесь будет ссылка на видео которое называется что не делать при похудении или так сказать сбор еще большая коллекция всех страшилок о не только пг но и о вообще приведение себя в целом очень много мифов которые я развеиваю в этом видео обязательно посмотрите это был очень крутой прямой эфир галинчка поехали разбираться с вашими очень классными вопросами и так будет ли организм запасать все в жир когда вы кормите его даете ему пищу после длительных промежутков времени и будет ли у нас замедляться метаболизм точно при таких же сценариях вы знаете такого характера вопрос у меня всегда ассоциируется со следующей картиной организм это как такой маленький енотик которому вы даете покушать и он все бежит 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 и в дупло прячет потому что он не знает когда его следующий раз покормят галиночка это абсолютно не совсем обоснован с точки зрения медицины и физиологии процессы о которых вы говорите я вас обожаю огромное вам спасибо за то что вы задаете эти вопросы потому что очень много ребят так же как и вы не имеют общего представления да о физиологии процесса обмена веществ и как раз благодаря вам мы будем сейчас разбираться в этом галиночка процессы обмена веществ в организме никоим образом не тормозятся при длительных промежутках между пищей я рассказывал в видео пг без спорта ссылка будет здесь буквально поза позавчера о том что я всегда рекомендую заниматься спортом и практиковать пг почему потому что спорт позволяет вам не только ускорять свой метаболизм но и поддерживать тонус вашего организма высоком уровне и прогрессировать становится сильнее вынослие аперистическое голодание это потрясающий инструмент который позволяет вам приводить баланс ваших гормонов в норму позволяет вам а улучшать пропорцию ваших гормонов половых сторону анаболизма уменьшение жировой прослойки увеличение мышечной прослойки и конечно мы управляем с вами гормоном роста который позволяет вам быть супер продуктивными энергичными и когда у меня спрашивают алексей а что вы употребляете я говорю я употребляю пг а не кокаин когда я иногда подшучиваю ребята говорят а почем берешь но не будем отходить от темы ребятушки я вас заклинаю и галиночка я тоже хочу к вам обратиться всегда старайтесь с точки зрения научной до теме или иные вопросы пропускать через призму своего мировоззрения через призму своих знаний через призму своего опыта и вы думаете о том может ли так происходить и вы никому не верите на слово даже мне вы всегда слушайте меня слушайте еще кого-то и затем вы думаете а может ли это сработать для меня и так ли это галиночка когда вы не кушали 23 часа и вы даете своему организму какое-то количество пищи и как я вчера вам объяснял что если вы пользуетесь правилами палеодиеты ни о каком расширении растягивание желудка речи не будет идти объем пищи будет маленький и и калорийная плотность будет очень высокой и когда вы даете организму возможность получить калории спустя 23 часа работы на гликогене никогда в жизни он не будет работать по принципу все в жир потому что когда вы кушаете выделяется инсулин инсулин транспортирует ваши переваренные калории в элементарной форме по организму будь то элементарные углеводы в форме гликогена будь то ваши жиры которые также перевариваются на элементарные частицы будь то ваши белки которые перевариваются и поступают в кровь виде расщепленного аминокислотного профиля все это транспортируется по вашему кровотоку и будет питать в первую очередь ваш организм ваши клетки давать вам силу, давать вам возможность восстановиться после тяжелых тренировок. И никогда в жизни это все в сало не будет идти, потому что сначала у вашего организма задача восстановить ли гликоген. Что такое гликоген, как работает процесс путешествия питательных элементов по клетке? Очень вас прошу, посмотрите здесь видео, называется инсулинорезистентность. И когда вы будете понимать, как проходят все физиологические процессы, вы понимаете, что если вы не переедаете, находитесь на балансе ваших калорий, если вы, например, находитесь даже в дефиците, ваш организм берет вашу пищу, конечно, он не сможет переварить все 100%. Если вы съели, например, 2000 калорий, усвоится 1750. 1750 будут транспортироваться по вашему кровотоку и восстанавливать ваш гликоген. Часть гликогена будет восстановлена из ваших калорий. Если вы переберете калории, то тогда, естественно, по принципу инсулинорезистентности, когда клетка сыта, она уже не сможет принимать в себя гликоген, не сможет принимать в себя аминокислоты, тогда, когда ваш инсулин не сможет больше шпиговать вашу мышечную клетку калориями, он будет отправлять эти калории куда? Правильно, в жировые депо. Поэтому так важно бороть инсулинорезистентность, так важно всегда употреблять чуть-чуть меньше калорий, чем вам нужно для вашего метаболизма. Как узнать свой метаболизм, также видео, ссылка сюда. И когда вы будете знать эти процессы, вы будете понимать, что если вы переели, гликоген восстановился, лишнее встало. Если у вас инсулинорезистентность, вы переели или вы даже не доели, все равно гликоген не будет полностью восстанавливаться и большая часть будет идти в сало, потому что это болезнь, инсулинорезистентность, которую нужно лечить здоровыми продуктами и при помощи ПГ. Если вы не доели, Галиночка, если вы не доели, тогда вы получили тысячу калорий, тысяча ушла на восстановление гликогена, но вы потратили больше. И когда вы ложитесь спать, остаток вашего гликогена будет восстанавливаться из ваших жировых депо. И это правильный обмен веществ, который нужно налаживать в своем организме для того, чтобы лишаться лишнего. Поэтому в идеальных условиях вы практикуете ПГ. На седьмой, на восьмой, на девятый, на десятый день я рекомендую вообще провести 48-часовое голодание. Как процессы будут обмена веществ в организме настраиваться в таком случае, если вы за день вообще не получите калорий, обязательно смотрите мое видео, если влезет ссылка здесь, а если не влезет, буквально три видео назад было видео под названием «Голодай правильно». Вот это, Галиночка, ваша общая атмосфера, ваше общее такое ликбез быстрый по обмену веществ, по, так сказать, физиологии процесса. И никоим образом вы не будете запасать все в жир, в жир, в жир никогда в жизни, если вы, опять же, придерживаетесь активного образа жизни, если вы делаете не меньше 7-10 тысяч хотя бы, если вы занимаетесь спортом, вообще цены вам нет, если вы стараетесь кушать правильные, здоровые, балансированные продукты по принципу палеодиеты, все это будет работать по накопительной системе, где вы инвестируете свое здоровье каждый день. Галиночка, я никогда в жизни не посоветую того, что сможет повредить. Я только стараюсь советовать то, что сделает вас лучше и позволит вам жить дольше и подавать окружающим пример. Спасибо вам огромное. Ребята, если вы не подписаны на наш канал, обязательно нажимайте где-то здесь ссылочку, кнопочку «подписаться», нажимайте звоночек и, конечно, все ваши вопросы внизу. Спасибо вам огромное и вперед!